Футбол возвращается в Иваново. Стадион «Текстильщик» готов к первому домашнему матчу в рамках Алим первенства ФНЛ. Средства на приведение домашней арены красно-черных в соответствии с требованиями Российского футбольного союза в размере 15 миллионов рублей выделили по поручению губернатора. В этой связи сейчас выделили уже деньги в бюджете на ремонт стадиона. Будет частично отремонтировано поле, освещение. Еще будет проведено ряд работ, раздевалки, чтобы целиком соответствовать требованиям, лицензионам, которые сейчас жесткие. Для того, чтобы соответствовать уровню ФНЛ, частично было отремонтировано поле, заменено освещение, приведены в порядок под трибунные помещения, отремонтирована крыша главного здания. Пока ты следишь за игрой, большой брат следит за тобой. На стадионе усилили меры безопасности, установили современную систему видеонаблюдения с распознаванием лиц. Под контролем теперь каждый сектор, каждый болельщик. За порядком будут следить сотрудники стадиона и полицейские. Укрупненные планы с возможностью фотографирования нарушителей. Установлено ограждение по всему периметру поля. Закуплены металлодетекторы, локализаторы взрыва, обнаружители взрывчатых веществ. То есть достаточно большой объем с точки зрения безопасности. На стадионе теперь каждому болельщику будет доступен бесплатный Wi-Fi, чтобы делиться всеми самыми яркими моментами игры в соцсетях. Обновили также информационное табло. Кроме того, полностью заменили систему звука. Если раньше он поступал из колонок точечно, то теперь буквально со всех сторон. Звук будет совершенно другой, он будет проводной. Если раньше это было по радиоканалу, была задержка. То есть звук будет намного лучше и намного слышимый. Обновить поле после долгого перерыва команда сможет раньше первоначально намеченной даты. 17-й тур первенства пройдет в Иванове в субботу, 12 октября. Матч начнется в 15.00. Радует то, что мы все-таки наконец сыграем в Иваново. Хотя планировали и в планах был сдача стадиона в ноябрь. В связи с тем, что наш болельщик очень заскучал по футболу. Приложили все усилия. И как вы видите, 12 числа состоится игра у нас в городе. Поэтому, надеюсь, и приглашаю всех болельщиков посетить этот матч. Надеюсь, никаких глобальных проблем для просмотра игры у них не будет. Едва ли не больше болельщиков, завершение работ и возвращение на родное поле ждали сами футболисты. Ну, 16 туров не то, что мучились, но было тяжело все время в автобусе, на выездах в Москве. Люди приезжали, конечно, старались, но это не та поддержка, которую мы ожидаем дома. То есть дома придет очень много зрителей, близких даже на трибунах. Я думаю, нас это должно подтолкнуть. И мы должны как бы на хороший путь, так сказать. И мы должны будем постараться выиграть, не подвести болельщиков. Но я думаю, это не только для руководства, для всего города это и губернатор приедет, и очень много реально народу придет. Это такое событие, реально массовое ФНЛ ждали 12 лет. Думаю, это важно. Соперник – команда «Луч» из Владивостока. И в этом у ивановцев уже преимущество. Первая игра в ФНЛ на правах полноценных хозяев поля добавит нашим игрокам уверенности и сил. А у болельщиков будет возможность не только поддержать команду, но и оценить все изменения на стадионе. Включайтесь в игру. Наталья Гутарина, Антон Осипов, РТВ Иванова.